Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 29-е зачало, глава 8, стихи с 12 по 20. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно». Иисус сказал им в ответ, «Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство Моя истина, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Моя истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня». И в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. «Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня». Тогда сказали Ему, «Где твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. Христос называет Себя светом мира. Он свет во откровении языков, и потому свет мира. Видимый свет мира — солнце. Одно солнце освещает весь мир, и точно так же освещает его один Христос, и нет нужды в другом свете. В какой мрак погрузился бы мир, если бы не было в нем солнца? И в какой мрак, если бы не было в нем Христа, которым свет пришел в мир? Господь говорит, «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Призвание человека — следовать за Христом. Христос — истинный свет, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущего в мир. Недостаточно смотреть на этот свет, но мы должны следовать за ним, ходить в этом свете. Ибо это свет стопам нашим, не только глазам нашим. Блаженные идущие вслед Христу, они никогда не будут ходить во тьме. Они будут иметь свет жизни, духовные жизни здесь на земле и вечные жизни в будущем веке. Их путь — вслед Христу до небес. Тогда фарисеи сказали ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Как будто они не знают, что Моисеи и пророки были собственными свидетелями, когда были посланцами Божьими. «Если я и сам о себе свидетельствую, — говорит Христос, — свидетельство Моя истина, Он свет мира, а свойство света быть видимым всеми, имеющим очи, свет самоочевиден». Господь осознает свою божественную власть. В Его словах нет ничего неопределенного. «Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду, — говорит Он. Он знает, что Он пришел от Отца и идет к Отцу, пришел от славы и идет к славе. В то время как судьи Его исполнены невежества, — а вы не знаете, откуда я и куда иду». «Он сказал им, что Он пришел с небес и возвращается на небеса, но это звучит для них безумием. Они взяли на себя право судить то, что не разумеют. «Вы судите по плоти, я не сужу никого, — говорит им Христос. Их суд по земным меркам, а Господь не участвует в их чисто земных заботах, политических интригах, и в этом смысле Он не судит никого. А если и сужу, — добавляет Он, — то суд мы истинен. Если Он будет судить, они будут осуждены. Его суд делает непререкаемым присутствие с Ним Его Отца. Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. Он не делает ничего отдельно от Отца, но все совершает во имя Свое и во имя Отца. И Господь смиренно напоминает им иудейский закон о том, что свидетельство Дух — человек истинно. Он применяет этот закон к себе. «Я сам свидетельствую, и свидетельствует о Мне Отец». Если свидетельство двух лиц, людей, которые могут обмануть и могут быть обмануты, вы принимаете, насколько больше свидетельства Сына Божий относительно себя, соединяемые со свидетельством Отца о Нем. И мы видим далее, как свои ненависти ко Христу, они распускают свои языки, но пока не могут наложить на Него руки. Они сказали Ему, где Твой Отец. Они могли бы легко понять, что когда Он говорил им об Отце, Он говорил им о Самом Боге. Однако делают вид, что речь идет о каком-то человеке. Пусть он придет и засвидетельствует о Нем. Поистине они судят по плоти. Этот суд, оказывается, может быть предельно гнусным. «Вы не знаете ни Меня, ни Отца моего», — говорит им Христос. «Бессмысленно говорить с такими людьми о вещах божественных. Их взор помрачен, они не видят светославы, сияющего на лице Христа. И Господь показывает истинную причину их незнания Бога. «Если бы вы знали Меня, — говорит Он им, — то знали бы и Отца моего». Причина, по которой люди не знают Бога, — незнание ими Христа. «Чем лучше мы знаем Христа, тем лучше узнаем и Отца». Все слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. Первосвященники могли бы с помощью стражи схватить Его или предать ярости толпы, или, по крайней мере, заставить замолчать Его. Но даже в храме, там, где Он стоял рядом с ними, никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. Они были удержаны невидимой силой. Бог может ставить предел человеческой злобе, подобно тому, как Он морю положил предел. Его час еще не пришел. Слово Божие напоминает нам, насколько время нашего исхода из этого мира зависит от таинственного совета Божия. Это время придет, оно приходит. Оно еще не пришло, но оно рядом. Наше время в Божьих руках. Это лучше, чем если бы оно было в наших. Любовь Христа распятого и воскресшего определяет Его. Кösкоскія Форекс mental蹋. К�� 느껴� promises. Жена опт마на его. Любовь Христа. Христа-прыжка фhouses. Продолжение следует...